Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей, а также иногда психологию и разные личные темы. Сегодня специальный выпуск при поддержке L'Oréal Paris. Мы в их прекрасной академии. Мы сегодня поговорим с дерматологом-косметологом Анастасией Буровиной. Настя член Международного экспертного совета дерматологов компании L'Oréal Paris и независимый эксперт бренда по уходу за кожей. Мы поговорим сегодня о трендовых ингредиентах и формулах, в частности формулах с гиалуроновой кислотой. Поговорим о типах старения кожи, о типах кожи, в принципе, как выстроить грамотный домашний уход, как сочетать домашний уход с походами к косметологу и, наконец, как косметолога выбрать. Настя, здравствуй, и я очень рада этой возможности поговорить с экспертом, поговорить с профессионалом, задать вопросы, потому что я как просто потребитель, конечно, в чем-то мои знания очень сильно проседают, и мне иногда хочется узнать что-то более авторитетное, скажем, и с позиции опыта мнение профессионала. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Да, Клауна, слушайте. Я провела опрос у себя в телеграм-канале с тем, чтобы выяснить вообще, что людей интересует больше всего, и на мое удивление, больше всего люди хотят знать о домашнем уходе. Я ждала, что сейчас все будут задавать вопросы про инъекции, про, не знаю, там какие-то аппаратные процедуры, но нет. Люди хотят поддерживать какой-то эффективный, грамотный домашний уход. Возможно, это какая-то тенденция, сохранившаяся с 2020 года, когда все ушли на карантин, и, может быть, домашний уход сейчас как-то более важен. И постараемся, наверное, сегодня сделать упор на этом. Как ты считаешь, вообще самостоятельный человек может домашний свой уход выстроить? И как это сделать? Значит, первое, что я хочу сказать, то, что я очень счастлива и рада, что все твои подписчики интересуются темой домашнего ухода, потому что на сегодняшний день, скажем так, идеальный внешний вид, да, качество кожи – это 50% генетическая предрасположенность, да, какая-то небольшая доля процента можно, собственно говоря, отдать на какие-то косметологические уходы, процедуры и прочее, а все остальное – это так или иначе домашний уход, потому что даже те пациенты, которые приходят ко мне на прием, и мы проводим какие-либо аппаратные, инъекционные или прочие процедуры, я все время говорю, что это только 50% успеха. А вот то, как вы будете вести себя дома, то есть то, как вы будете ухаживать за своей кожей в процессе реабилитации, восстановления и в дальнейшем периоде, собственно говоря, это и будет являться ключевым итоговым результатом от всех тех процедур, которые мы с вами сделали. Домашний уход, он помогает предупредить и профилактировать всевозможные этапы старения для различных, скажем так, морфотипов старения, о которых мы можем сейчас поговорить, и сделать вот этот вот момент, связанный со старением, более приятным для женщины. Ты такую подняла тему морфотипов и типов старения, и мы поговорили немножко от Насты за кадром о том, как это важно, как важно понимать свой тип, прежде чем строить и домашний уход, и прежде чем вообще обращаться к косметологу, за какими это ни было процедурами, какие есть какие-то микронюансы, какие есть маркеры, по которым наши зрители могут определить свой тип кожи, свой тип старения? Ну, в общем, начнем с того, что прежде чем вообще принцип подобрать себе самостоятельно, без помощи, скажем так, врача-косметолога домашний уход, важно четко определить, как вы будете стареть, какой у вас тип кожи, какой у вас морфотип кожи, какая у вас генетическая предрасположенность. То есть первое, о чем мы поговорим, это о том, на кого же вы похожи, то есть на маму или на папу. Или у вас, например, верхняя часть лица – это мамина, а нижняя часть лица – это папина. Так вот, посмотрите на своих замечательных, любимых родителей, и в принципе, в принципе, вот как бы так вот примерно вы будете выглядеть в более зрелом возрасте. Ну, или в том возрасте, скажем так, как свои родители, как ваши родители. Важно предупредить те или иные возрастные проявления. То есть не бороться с ними. То есть уже поздновато достаточно, когда человек приходит, и у него уже, например, нарушены контуры лица, достаточно сильные выраженные сосудистые или пигментные проявления. С этим реально тяжело, сложно и дорого, самое главное, бороться. Вот. Так вот, все эти вещи можно предупредить, профилактировать. Как же определить, какой у нас морфологический тип старения? Мы сократим это до четырех морфологических типов, самых основных и базовых. Понятно, что у каждого человека они идут в той или иной комбинации. Основные четыре морфотипа старения – это деформационно-отечный морфотип старения, мускульный или мышечный морфотип, усталый морфотип старения и мелкоморщинистый. По моему опыту, по моей клинической практике могу сказать, что вот в нашем регионе, в центральном регионе России, в основном преобладает все-таки деформационно-отечный, скажем так, морфотип старения и усталый морфотип старения в сочетании с мелкоморщинистым. Как клинически это проявляется? Первое – это всегда кожа достаточно, скажем так, склонная к любым видам отеков. И, скажем так, это не касается, например, от того, что вы выпили много горячего чая на ночь или съели много соленого. А в принципе человек, находясь в обычной жизни, постоянно просыпается отекшим. Вот вы отекаете чаще, чем все остальные ваши приятели, друзья и прочее. Первая, самая главная рекомендация – это любые процедуры, связанные с дренажом. Вот вы наносите крем, но при этом выполняете от 5 до 10 движений, связанных с дренажом. И в результате того, что у нас сила тяжести все тянет вниз, очень часто у таких пациентов, скажем так, в возрасте, например, от 30 до 35 лет наблюдается, что нарушение овала лица. Теперь дальше. Если мы поговорили о деформационно-отечном типе старения, то следующее – это усталый морфотип, тоже достаточно часто встречающийся. Правильно я понимаю, я сама всегда считала, что у меня усталый тип старения? Ну, во-первых, давай посмотрим клинические признаки усталого морфотипа. Усталый морфотип старения. Вот я бы сказала, что у тебя больше комбинированное. Вот о чем мы говорили сначала. А какой? Усталость с каким? Вот есть часть, допустим, отечного. Да, деформационно-отечного. Немного, да, мелкоморщистого. То есть все, я все собрала. Возможно, возможно, есть вероятность и склонность, опять же, к этому должна быть генетическая предрасположенность, о которой сейчас мы поговорим, к усталому морфотипу. Очень часто усталый морфотип характеризуется тем, что у пациенток старше, ну, где-то в период с 34 до 38 лет проявляются признаки розации. Смотрим на своих родителей, да, если у них это есть, то вероятность того, что это будет у вас однозначно высокая. Вот вы приходите, например, с мороза. Вот у вас щечки красные и у вашей подруги щечки красные. У подруги, например, краснота щек пройдет через там 10-15 минут, а у вас в течение часа она сохраняется еле-еле-еле. И еще больше вы раскраснетесь, придя в теплое помещение. А еще если выпить чай, горячий. А еще если выпить горячий чай или, например, бокал красного вина, а еще если, например, выйти на большой аудиторию и рассказать какое-нибудь стихотворение Пушкина или Лермонтова, вот, то сразу начинаешь покрываться какими-то вот пятнами. А потом вы должны всегда понимать о том, что если такие вещи у вас есть, значит, у вас очень-очень тонкая кожа. Значит, у вас напрочь отсутствует барьерная, скажем так, защитная функция кожи, которую точно так же можно восстанавливать, в том числе и с помощью гиалуроновой кислоты, о которой мы сегодня и будем говорить. Эта кожа очень чувствительная, да, то есть суперчувствительная, но здесь отношения к чувствительности разные, потому что кто-то называет чувствительностью то, что, предположим, при нанесении нового косметического средства на лицо у него возникает пощипывание, покалывание. Кто-то называет чувствительностью, ну, например, длительное восстановление после инъекционных процедур, там или каких-то вот процедур, повреждающих поверхность кожи. Кто-то называет чувствительностью как раз то, когда, например, на фоне психоэмоциональных каких-то моментов, да, там расстройств, напряжения или перманентного стресса, да, постоянно происходят хронические дерматозы происходит постоянное обострение хронических дерматозов то есть ремиссии очень краткосрочные то есть это 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 можно назвать собственно говоря чувствительной кожи поэтому все эти вещи тоже можно предупреждать на самом деле так как в этом есть генетическая скажем так подоплека понятно что вылечить это невозможно но сделать так чтобы это вот как можно дольше не проявлялась это реально а почему тип называется усталым усталым морфотип я объясню почему потому что вот я еще всегда задаю пациентам такой вопрос вот вы когда лучше выглядите утром или вечером в середине дня я бы сказал что утром и чуть отекше к середине дня я отошла к вечеру я так устаю что мне кажется немножко сползает лицо ну вот она какой-то вот становится в общем да усталость видно ну вот на самом деле когда я задаю такой вопрос да и вот если мне например пациенту вы знаете я с утра просто как огурчик просыпаюсь вот просто как огурчик а к вечеру вся уставшая миссию вот это как раз особенность усталого морфотипа то есть как бы все это стекает медленно вниз в течение дня опять же да по действиям силы тяжести и человек вот сказать говоря таким уставшим изнеможденным кажется так далее собственно говоря он ложится спать да все эти части скажем так которые стекли они возвращаются обратно да то есть человек выспался вот и с утра он хорошо выглядит вот поэтому вот этот морфотип называется именно устала то есть для этого типа какие у нас такие ну рекомендации что делаем дома это защищаем кожный барьер вас прежде всего при деформационно-отечном типе старения при устала морфотипе старения да и при мелкоморщинистом и при мышечном всегда так или иначе номер один это что полностью сохранять в идеальном состоянии это конечно вот скажем так мое большое желание да это всем бы хотелось но по возможности максимально сохранять в адекватном хорошем нормальном состоянии поверхность нашей кожи то есть эпидермальный слой то есть наш барьер потому что именно от того в каком состоянии находится наш барьер а конкретно это роговой слой да ну чуть ниже до более зрелые клетки рогового слоя то вот там прочим поговорим о них ниже вот будет зависеть то как вы выглядите то как вы чувствуете себя есть у вас женщина дискомфорт шелушение краснота пигментация скажем так гиперкератоз насколько идеально ложится косметика на поверхность вашей кожи самый лучший самый классный это конечно мышечный да то есть это когда правильно я понимаю что это вот у азиатов часто мышечный тип да да как мы как его распознать ну сразу скажу это люди у которых не просто мелкие морщинки это люди у которых такие вот глубокие заломы да при том что все остальное все хорошо да мужчина это часто можно до наблюдать значит всегда четкий хороший овал и сразу скажу что вот например для этих людей ну впрочем также как и для тех у кого мелкоморщинистый тип характерно что достаточно четкие выраженные углы нижней челюсти хороший костный каркас чем более выражены у вас костной основы тем соответственно дольше вы будете сохранять вот эти вот правильные молодые контуры лица ну и итоговым мы уже немножко скажем так о нем говорили тоже достаточно благоприятным морфотипом является мелкоморщинистый морфотип старение это собственно говоря те те люди те пациенты которые стареют как у них происходит скелетизация лица да то есть это собственно говоря мало под кожей жировой клетчатки кожи практически что является единым пластом с мимическими мышцами собственно говоря любая мышечная активность отражается на поверхности кожи если она недостаточно опять же увлажнена до имеет достаточное количество гиалуроновой кислоты там палогеновых эластиновых волокон соответственно любая мимика сразу же делает кожный залом да то есть либо мы улыбаемся активно это морщинки смеха либо вот скажем так морщинки вокруг глаз межбровные залом и так далее так далее то есть это все характерно уже для мелкоморщинистого типа старения вот здесь уже без инъекционных вещей не обойтись здесь нужно работать с помощью бутылотоксином да как эти немножечко расслаблять и мышцы которые все тянут к низу до депрессоры блокировать их работу для того чтобы скажем так усилить воздействие элеватором до мышц которые все тянут наверх но опять же это вещи не связаны с поверхностью кожи вот это важно помнить и зачастую многие ошибаются и скажем так приходят косметологу вот как раз не за качеством кожи к сожалению к сожалению а вот как раз за тем чтобы им скажем так видоизменили те деформации которые происходят с возрастом а начинается все с качество кожи а начинается все так или иначе с качества кожи и чем дольше вы будете поддерживать в идеальном состоянии качество кожи то есть самую первую самую главную барьерную функцию да то есть чтобы она была на сто процентов выражена тем дольше вы сможете сохранить уже более скажем так глубокие изменения и как раз этого мы можем добиться с домашним уходом и барьерная функция восстановления барьера и увлажненности кожи это как бы такая самое первое главное для всех типов старения я здесь как раз при предлагаю поговорить про гиалуроновую кислоту что за компонент чем она может помочь в восстановление кожного барьера удержание влаги и вообще почему она такая популярная сейчас почему такой трендовый компоненты все хотят им пользоваться ну что же гиалуроновая кислота царица нашей замечательной косметологии вообще всего живого почему всего живого да потому что собственно говоря не будь гиалуроновой кислоты наверное мы бы тоже бы и не родились потому что я честно скажу что если гиалуроновой кислоты нет нормального адекватного деления клеток после того клетки точнее да и клеток после того как сперматозоид оплодотвориться клетку не произойдет кроме всего прочего гиалуроновая кислота является очень мощным хорошим правильным антиоксидантом что тоже немаловажно на сегодняшний день да потому что оксидативный стресс постоянно присутствует у нас кожа гиалуроновая кислота вообще по задумке природы собственно говоря формировалась для того чтобы максимально ограничить все здоровое и живое от воспалительного процесса всегда очень важно на открытую раневую поверхность нанести например гель из гиалуроновой кислотой потому что у него очень мощные скажем так очень таки выраженные заживляющие свойства как раз вот при остром порезе если мы говорим о наружной гиалуроновой кислоте ну предположим о той кислоте которую мы будем использовать в домашнем уходе то здесь важно абсолютно четко и адекватно понимать о том что вот как бы нанеся гиалуроновую кислоту собственно грейли крем с гиалуроновой кислотой да на поверхность кожи ну вот на дермальный слой вы вряд ли окажете какое-то прям вот мощное выраженное влияние а вот на слой эпидермальных клеток вполне себе вы окажете действительно хороший скажем так выраженный благоудерживающий какой-то эффект да да количество гиалуроновой кислоты с возрастом синтезируется в разы меньше то есть например уже к 45 50 годам синтез гиалуроновой кислоты снижается как минимум вдвое это говорит о чем о том что всегда необходимо восполнять дефицит гиалуроновой кислоты когда мы говорим о том что нам важно при каждом морфотипе использовать в домашнем уходе гиалуроновую кислоту то не могу не рассказать вам о достаточно простой доступной линии средств от бренда лориаль париж это гиалурон эксперт здесь есть два средства это дневной крем спр-20 и ночной крем-маска это базовые средства базовое средство до которые можно использовать в своем ежедневном уходе сразу скажу такую вещь что вот крем-маска это не значит что нужно нанести толстым толстым слоем это все себе на лицо до средства на лицо и собственно говоря лечь спать понятно нет крем-маска я думаю что здесь больше о том что это средство настолько концентрированное да настолько в нем много молекул до скажем так полимеров гиалуроновой кислоты что по своим свойствам по своему скажем так эффективному воздействию она напоминает маску которую мы обычно носим толстым слоем выдерживаем определенное время и так далее так далее но как лучше конкретно этот продукт наносить так вот я хочу сказать что конкретно этот продукт достаточно нанести тонким слоем на поверхность кожи лица где-то за час до сна и эффект маски с гиалуроновой кислотой вам будет уиспечен как это лучше сделать я думаю что можно даже продемонстрировать да то есть вот так выглядит средство давай ты тоже попробуешь да я пробовала мне очень нравятся их текстуры что дневного что ночного вот смотрите когда вы наносите средства себе на лицо вот смотрите как мало я взяла средством до буквально один пальчик дальше обязательно распределите его между пальчиков то есть пусть она достигнет температуры тела для наилучшей впитываемости и на сухую очищенную кожу чуть слегка увлажненную до буквально один-два процента вы наносите себе ночной крем маску да то есть нужно делать это вот по массажным линиям да собственно говоря я всегда говорю нарисуем здесь визуально мысленно там цветок либо павлинчика да и все аккуратненько свести кошкам дальше по массажным линиям все 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 наносим наверх обязательно наносим на шею да то есть вот особенно для тех у кого мышечная шея выражены эти же платизма а вот всегда нужно наносить крем на шею таким вот образом боковые поверхности всегда наносим никогда не нужно наносить это средство близко к ресничному краю да то есть на ночь вы наносите его строго по контуру значит по костному краю орбиты да то есть это будет вот таким вот образом осуществляться а вот и все ваше средство идеально впитается у вас не должно быть ощущение средства на поверхности кожи при этом она будет работать также интенсивно и также глубоко как если бы вы сделали маску с гиалуроновой кислоты а что касается утреннего крема с spf тут spf 20 этого конечно наверное недостаточно на летний период когда солнце очень активно это лучше да это осень или допустим начало зимы тем не менее это лучше чем ничего и многие люди в целом очень тяжелые отношения с spf кремами имеют потому что они часто ощущаются тяжелыми какими-то или сложно носибельными и вот этот крем я его тестировала он ощущается легким и поэтому наверное для кого-то это будет выход даже такой фактор защиты как 20 это наверное уже на большой плюс я когда говорю вот сначала нанесите допустим сыворотку по проблеме потом нанесите крем обязательно потом еще средства с spf здесь важно сказать один такой скажем так маленький но очень такой значимый нюанс что всегда средство которое вы наносите на поверхность кожи должно быть лучше меньше чем больше я говорю что скажем так точнее его должно быть достаточно чтобы вы комфортно себя ощущали что у вас не было ощущения слоев липкости присутствие чего-то на поверхности поэтому всегда мы наносим любое средство да единственно это не касается сывороток это касается именно тех средств которые содержат в себе скажем так жирные субстанции да и имеет более плотную текстуру мы всегда наносим эти средства через руки это вот не вот так как было раньше да то есть это всегда вы взяли небольшое количество средства да это буквально вот меньше горошины допустим да опять же распределили его между пальчиками то есть согрели до температуры тела это важно да и только после этого вы наносите его на поверхность кожи вот тогда она будет действительно идеально распределяться идеально растекаться на поверхности кожи и соответственно что идеально проникать в глубину кожи а также в линейке гиалурон эксперт лариаль париж есть средства для кожи вокруг глаз гиалуронной кислотой да а для кого больше подойдет такое средство и как его использовать очень часто кстати частый вопрос а можно ли использовать вот этот же крем и для глаз тоже считаю что можно если нет раздражения и так тихо сказал что думаешь ты сейчас меня поругали не ответ отличный но часто у средств которые таргетируются конкретно для кожи вокруг глаз более приятная текстура они меньше с меньшей вероятностью вызовут раздражение поэтому я лично люблю такие отдельные средства плюс у них что опять же если речь идет например о каком-то прям вот супер активном компоненте кстати к вам относится в том числе и гиалуроновая кислота то чаще всего на 25 процентов концентрация гиалуроновой кислоты в средства для зоны вокруг глаз меньше объясню почему там что например человек склонен к отекам да но так или иначе у него что есть уже элементы дряблости кожи да есть мелкие морщинки и прочее ну что ж теперь ему не использовать гиалуроновую кислоту текстура крема для него будет слишком тяжелый и она что спровоцирует еще больший отек а вот если мы возьмем текстуру более легкую до с меньшей концентрации гиалуроновой кислоты то собственно говоря она и благоприятно будет воздействовать на кожу до разглаживать вот эту мелкую мелкую поверхностную сеточку морщин но при этом что исключать отечность важно напомнить нашим дорогим девушкам о том что если вы наносите средства для зоны вокруг глаз то утром вы это делаете как максимально близко к ресничному краю да как снизу так и сверху да мы наносим на нижние неподвижные века на верхние подвижные века и на верхние неподвижными дальше если мы говорим о том что ну допустим вы хотите нанесить средства на ночь честно я бы не рекомендовала потому что вы нанесете крем маску и она четко ляжет по контуру по костному краю ближе к ресничному краю не рекомендуется да поверьте мне что концентрация крема маски настолько скажем так самодостаточно что и скажем так эффективно что это и будет хорошо оказывать скажем так оказывать окажет хорошее влияние на поверхность кожи но при этом опять же исключить отеки когда вы проснетесь еще такой интересный момент а вот как мы будем наносить вот интересно клав вот ты знаешь как мы будем наносить крем вокруг глаз но я видела разные техники кто-то говорит что к ресничному краю плохо поэтому нужно просто по ввод этому а почему вот вот этим пальцем а не знаю потому что он самый мягкий потому что он самый нерабочий же у нас поль на самом деле так и есть начинать же проводили исследования смотрите давайте постучим вот так вот постучим вот так вот так она мне все время говорит ну попробуй этим пальцем что-то делать, а это очень сложно. А говорят, представляешь, сколько у нас нервных нейронных связей не работает, потому что он у нас не развит. И вот как раз он самый мягкий. Да, он оказывает самое мягкое, самое деликатное воздействие. То есть то, как, например, вы будете стучать указательными пальцами, вы никогда с такой силой не постучите безымянными пальчиками. Поэтому здесь очень важно. Другое дело, что кто-то говорит, что это лёгкое постукивание, кто-то говорит, что вы можете именно втирать в структуру. Я сразу скажу, эти вещи очень индивидуальны. Важно помнить одно. Не надо никогда эту кожу в зоне вокруг глаз растягивать. Здесь есть одна маленькая особенность, в отличие от кожи на всей остальной поверхности лица, в том, что во-первых, кожа очень тонкая. Вот если взять, скажем так, базовые знания Атласа Семельникова, которому я училась ещё в университете, анатомический Атлас, то там, например, указано, что кожа настолько тонкая, это где-то 0,8 миллиметра. Представляете, миллиметра. И дальше сразу же идёт мышца. Всё. То есть там нет ни пасты, ни подкожной жировой клетчатки, никаких что, амортизирующих компонентов, которые бы могли хоть как-то снижать нагрузку на эту зону. Поэтому, естественно, глаза — это первое, что выдаёт возраст, потому что постоянно моргаем, постоянно глаза трём, слезятся уж. Бесконечное нанесение косметики, снятие косметики. То есть всё время, всё время здесь идёт нагрузка. Поэтому здесь важно дать минимальную травматизацию. То есть наносить средства таким образом, чтобы это не вызвало стресса в этой зоне. И, соответственно, дальше уже вы смотрите по своим ощущениям. То есть кому как удобно. Другое дело, что никогда не забывайте наносить и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. А если есть склонность к отёчности, то обязательно сделайте пару-тройку движений от верхнего века вверх. Да, таких вот, скажем так, ощутимых по нажатию для того, чтобы продренировать отток лишней жидкости к лобным лимфатическим узлам. Вот. Это тоже даст очень хороший результат, особенно с утра, когда вы проснулись с отёками. Помимо гиалуроновой кислоты и восстановления липидного барьера, очень важно ещё в этот период времени правильно очищать кожу. Потому что, ну, я знаю, что очень многие, скажем так, потрогают свою кожу, скажут, да, шершавая, хочется гладкой. Ошибочно-ошибочно начинают использовать скрабы, гаммажи, скатки, кислоты и всевозможную, скажем так, историю, которая ещё больше усугубляет этот весь процесс. Потому что ещё больше, что стирает липидную мантию, ещё больше, скажем так, нарушает все нормальные трофические функции в эпидермальном слое, этот замкнутый круг становится ещё более порочным. Так вот, здесь важно уметь правильно очищать кожу. То есть важно кожу очистить максимально глубоко, но при этом максимально деликатно. Как это сделать? Важно помнить о том, что когда вы только подошли к умывальнику, вам не нужно сразу же начинать умываться водой. Или, например, брать ватный диск, налить на него муцеллярную воду и начинать активно смывать косметику. Конечно, если речь идёт о том, что вам нужно смыть, предположим, тени, тушь, то тогда я бы порекомендовала вообще какое-то бифазное очищающее средство, жирной составляющей, которая, собственно говоря, в ватный диск её нанесли, подержали 30 секунд и далее аккуратно, деликатно сняли. Что касается всей остальной поверхности кожи, то это всегда нужно делать как на сухую кожу. То есть вы чуть смочили пальчики водой. Вода должна быть, ну, если у вас есть признаки розации, да, если, например, есть, скажем так, склонность к притоку крови к приливам, всё-таки комнатной температуры ближе к холодной. Если у вас акне, жирная пористая кожа, с сальным секретом, скажем так, жидким, то всё-таки должна быть комнатная температура, но ближе к горячей. Всё, смочили. Дальше взяли очищающее средство. В данном случае мы будем говорить, я даю в рекомендацию гель для умывания гиалурон-эксперт, то есть вы выдавливаете буквально два нажатия, да, и распределяете между пальчиками. И кожа при этом ещё сухая у меня, я её не намочила водой. Да, вы её не намочили водой, да, она при этом сухая. Сразу скажу, что не ждите сильной, большой, густой пены от этого средства. Наоборот, при эмульгации становится она такой шелковистой, мыслевидной, как раз той, которая вам восстановит и гидро, и липидный, то есть гидролипидный барьер. Полученную эмульсию вы начинаете втирать себе в сухую поверхность кожи, и, собственно говоря, когда вы всё это дело втёрли, почистите зубы. То есть дайте возможность этому всему... То есть какое-то время не смывать? Да, не смывать, да. Дайте максимально проникнуть глубоко в, скажем так, все структуры, микроструктуры поверхностного рогового слоя. Только вот через определённое время, это сколько там, минуты-полторы, да, пока мы чистим зубы. Кто-то больше, кто-то меньше, но неважно, чем больше, тем лучше. Только после этого вы берёте специальную мягкую губку. Это должна быть такая губочка, которая... Вы знаете, она должна быть супер-супер мягкой, но при этом всё впитывать в себя как пылесос, то есть с идеальными абсорбирующими свойствами. А просто салфетка подойдёт, если нет губки, хотя бы попробовать вот такой вариант? Ну, хорошо, тогда это должны быть идеальные, хорошие, мягкие ватные диски. То есть не надо покупать ватные диски, вот просто потому, что это ватные диски. Всё-таки следите за тем, чтобы это были ватные диски мягкие, хорошего качества. Да, если вы их используете там не для протирки или дезинфекции, а именно для своего лица. То есть супер-мягкими ватными дисками или ватными тампонами какими-то. Далее вы уже, собственно говоря, слегка их смочив, можете аккуратно, аккуратно, по, опять же, массажным линиям, не растягивая кожу, снять очищающее средство. Следующий вопрос. Нужно ли просушить салфеткой? Нужно ли просушить полотенцем? Как вы думаете? Мне кажется, что нет, потому что всё равно, ну, во всяком случае, у меня лицо высыхает за секунду. Вот. То есть у тех, у кого высыхает за секунду и, собственно говоря, и у всех остальных, скажем так, женщин, девушек и молодых людей, да, мужчин, здесь важно в этот момент сразу нанести средство ухода. Почему это важно? Потому что, когда поверхность кожи слегка чуть влажная, да, во-первых, она идеально распределяет, например, сыворотку на основе гиалуроновой кислоты, которая имеет достаточно плотную, густую текстуру геля, и многие жалуются на то, что она, например, даёт липкость. Так вот, если это наносить на слегка увлажнённую кожу, минимальное количество, да, скажем так, правильно распределив, то о липкости вы можете забыть, это исключено. Вы слегка видоизменяете, скажем так, густоту этого геля, да, делаете его более жидким глубокие слои кожи, потому что, так или иначе, вода является неким проводником для этого геля. Здесь важно помнить, что дальше, для того, чтобы, опять же, скажем так, не произошло стягивание кожи поверхности, да, после нанесения сыворотки, потому что, так или иначе, как только полимеры сыворотки впитались вглубь кожи, часть из них, те, которые имеют более высокую молекулярную структуру, осталась на поверхности, и те молекулы воды, которые эта сыворотка связала, всё равно, так или иначе, начнут испаряться. Испаряясь, дадут вот эти вот неприятные ощущения стягивания. Так вот, чтобы этого не происходило, необходимо эту сыворотку сразу же, что? Закрыть кремом. Да, лепитосодержащим кремом. В данном случае это будет вот гиалурон-эксперт с гиалуронной кислотой, но при этом содержащим такую текстуру по составу, которая поможет избежать избыточного неправильного патологического оспарения. Ещё одно средство, которое можно и иногда для некоторых пациентов я рекомендую в своём, скажем так, ежедневном домашнем уходе использовать. Это средство, которое называется тоник. Вот. Сразу вопрос, для чего нужны тоники вообще нам? Ну, изначально, насколько я понимаю, тоники восстанавливают PH-баланс после того, как мы его сделали более щелочным после очищения. Ну, а какой правильный вообще PH-баланс в коже? Опять, 5 в коже слабокислый, правильно? Да, слабокислый, но опять же, если мы смотрим, как вот четко он будет отличаться в горизонтальной поверхности. Более жирной кожи одной, более сухой другой. Но, насколько я понимаю, сейчас умывалки настолько мягкие, что они, конечно, влияют на PH-баланс кожи, даже вода влияет, но не так сильно, что уже прям вот его восстанавливать. И, скорее, я как воспринимаю тоники, тонеры, как просто такой проводник между кремом и очищающим средством. Вот как раз вот тот момент, о котором ты говорила, что пока кожа чуть-чуть влажная, лучше все сыворотки, лучше все кремы будут впитываться. В том числе, да. Вот если, например, скажем так, кожа действительно обезвоженная, да, если это усталый морфотип, если у вас красные щечки, есть цилиндоказия на поверхности, вас преследует, собственно говоря, ощущение стянутости, да, нужно правильно очистить кожу, да, дальше не допустить вот этого эффекта стянутости, сразу, да, скажем так, использовать тоник. Опять же, как правильно его использовать? Либо супер-супер мягким ватным диском, либо просто чуть налейте себе на поверхность, да, и промокните поверхность кожи, да, на ладонь и промокнуть поверхность кожи. Другое дело, что если у вас есть склонность к акне, да, то там важно восстанавливать PH кожи после использования, собственно говоря, всех щелочных структур, особенно воды, да, это щелочи. Так вот здесь я рекомендую всегда после каждого контакта с водой использовать именно тонизирующие средства. Единственный маленький нюанс, что старайтесь очищать свою кожу все-таки и утром, и вечером. Многие об этом забывают, просыпаются с утра, просто умываются водой. Не всегда это правильно. Если у вас идеальный кожный барьер, а такие люди тоже существуют, то вам можно просто умыться водой. В этом смысле нужно всегда сначала восстановить поверхность кожи и только потом уже, собственно говоря, идти к косметологу на какие-то инъекционные процедуры. С домашним уходом мы разобрались, более-менее, мне кажется. Я очень много всего нового, кстати, узнала. Теперь я предлагаю поговорить как раз-таки о том, что мы можем делать в кабинете косметолога, с каким запросом приходить, когда не рано уже многие переживают, а какой возраст подходящий для того, чтобы приходить к косметологу и как косметолога выбрать. Это такой был популярный запрос у меня при подготовке вообще к нашему выпуску. Люди не знают вообще на что смотреть, какие вопросы задавать специалисту, что он должен сказать, чтобы я ему доверилась. Понятно, что так или иначе вам нужно изначально прийти к доктору, дальше уже после разговора с ним, после консультации вы поймете, ваш это человек или не ваш. Но изначально нужно выбрать, к кому прийти. Здесь нужно понять, для чего вам косметолог. Вот что вы хотите. То есть, если вы хотите сделать губы, это одна ситуация. Если вы хотите и губы, и красивую кожу, и, скажем так, медленно стареть, и вообще выглядеть естественно, это вторая ситуация. Самое первое и самое главное, я считаю, что все-таки должно быть обязательно медицинское образование. Вообще, самое важное, это то, когда, вот я думала, как бы мне назвать, скажем так, косметолога, к которому я бы пошла. Это должен быть новатор с огроменным опытом. Вот просто с огроменным. Потому что косметология, это новая ведь, по сути, наука молодая. То есть это не что-то такое, что изучалось в столетии. Нет, конечно. Чаще всего это эмпирическим путем все, скажем так, исследуется. Например, еще то, что я, скажем так, применяла лет пять назад, я сейчас уже понимаю, что я делаю по-другому, что-то лучше, уже намного или что-то радикально по-другому. Человек, который может порекомендовать и посоветовать специалистов из смежных специальностей. Потому что если мы говорим о качестве кожи, то это всегда так или иначе, скажем так, как некая такая коллаборация, да, совместное лечение, наблюдение пациентов, ну, например, с эндокринологами, с гинекологами, с неврологами. Должен быть определенный запас надежных специалистов, в которых вы уверены, в которых, точнее, доктор уверен, и которых он однозначно может порекомендовать. Человек должен уметь видеть прекрасное в каждой женщине, да, он должен уметь видеть ее индивидуальность. Опять же, хороший косметолог это еще и хороший психолог. Так и есть, потому что от того, как вы поговорите, буквально вот на той неделе у меня была такая история, ко мне пришла женщина, которая была настроена просто радикально выполнять все процедуры, выполнять инъекции. Мы с ней поговорили просто-напросто. Я ей сказала, скажем так, точнее, я ей указала на все ее точки красоты на лице и объяснила, почему она действительно очень красивая. Все, она ушла спокойно. Ну, то есть мы там договорились на какие-то более спокойные процедуры, там еще что-то, но вот не то, о чем она изначально говорила. Но опять же, вот зачастую же как бывает, это какая-то рекомендация подруги, опять же, я не хочу ничего сказать, что кто-то ведь наблюдая действительно за какими-то блогерами, кто вот рекомендует от себя то, что подошло ему, но вы ведь совсем другой человек, на 100% другой человек. Вот дальше, допустим, вы все-таки выбрали доктора, пришли к нему. Дальше назначается определенный курс процедур. Во-первых, еще момент. Хороший, грамотный врач-косметолог даже при назначении курса процедур всегда спросит вас о домашнем уходе. То есть без этого, в принципе, не бывает никакой консультации. Всегда домашний уход, чем вы пользуетесь, как вы пользуетесь, какие средства используете, то есть важно научить. К сожалению, вот на сегодняшний день мало кто знает, действительно, как ухаживать за кожей, но потому что просто принесли человек не в соцсетях, но ему просто негде об этом узнать. Допустим, мама тоже не знает. Вот в школе ему не показали. А естественно, важно научить. Научиться он может только у того человека, собственно говоря, кто это 100% должен знать. Если назначается курс каких-либо процедур, то я считаю, что, как бы это сказать, качество, качество оказываемой услуги нет, рейтинг доктора, что ли, я не знаю, его репутация, его грамотность, она так или иначе должна сопровождаться тем, что всегда должны быть какие-то альтернативные мероприятия. Ну, предположим, я знаю хороший классный крем, но он стоит 20 тысяч. Ну, ребят, ну и что, и все теперь, то есть, а как я жить буду дальше? Хорошо, вот еще вот это и вот это может быть, но здесь могут быть такие-такие нюансы. То есть всегда должна быть альтернатива, всегда должен быть адекватный подбор средств, адекватный и по, скажем так, по анамнезу, и по материальному составлению. Всегда, во всех случаях, можно решить проблемы. Только осложнения тяжелейшие какие-то могут привести к неполгоприятному исходу. А все остальное вообще решаемо. И так или иначе, человек должен быть с позитивным настроем, всегда в хорошем настроении. То есть, косметолог – это тот человек, который, как бы сказать, всегда транслирует положительные эмоции. Вот. Хороший, позитивный настрой по жизни. Я всегда говорю, что ваша кожа, да, это, если мы говорим, зеркало – это состояние, там, души или отражение души, да, то ваша кожа – это отражение ваших мыслей. И я все время говорю, если вы думаете плохо, значит, и с кожей все плохо. Будете думать хорошо, и с кожей тоже будет все хорошо. Это вот к разговору о плацебо и ноцебо. Вот. Так что вот так вот. Поэтому приходить всегда нужно с хорошим настроем, да, то есть не должно быть какого-то скепсиса, еще что-то. А там дальше вы смотрите уже. Либо вы сошлись по душе с этим человеком на одной волне и на одной волне. И даже если чего-то нет, то доктор всегда должен иметь возможность это посоветовать, порекомендовать другому специалисту, третьему, четвертому и так далее. Если, например, у него нет таких возможностей что-то выполнять. То есть тоже важно. Чтобы, знаете, вот не было так, что вот вы пришли ко мне, и вот кроме меня вам уже никто не поможет. Никто не должен. Да, нет, такого не должно быть. Всегда должен быть выбор. Настя, спасибо тебе большое за такую мини-лекцию. Я, не знаю, для меня было очень полезно. Я надеюсь, что для наших зрителей тоже. Пишите внизу в комментариях, что нового вы узнали. Пишите, как вы строите свой уход и на что обращаете внимание при выборе косметолога. Ссылку на продукт гиалурон-эксперт от L'Oreal Paris я оставлю внизу в описании к видео. Также, конечно, важно сказать, что их можно приобрести во многих сетях и много где, не только онлайн, но и оффлайн. И это очень хорошие базовые средства, которые подойдут многим типам кожи по бюджетной цене. Да, и, собственно говоря, всегда в наличии, потому что на сегодняшний день много каких средств исчезло. Да. Вот, а эти средства вы всегда сможете приобрести и, собственно говоря, хорошо выглядеть. Вот. даже в период, когда есть дефицит каких-либо средств для ухода за собой. Если будут какие-то уточняющие вопросы... Задавайте их в комментариях обязательно. Да. Я с удовольствием отвечу тоже. Ставьте лайк этому видео, отправляйте его друзьям, кому это может быть полезно. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Пока. Пока.